По-разному, вы знаете, бывают разные этапы, например, в сезоне. Бывают пресезонные сборы, когда у нас идут по две тренировки в день. То есть вот июль и август, это практически только от тренировки пришел домой, отдохнул, поспал вечером, все, времени нет. А бывает, когда в сезоне, то есть у нас тренировка, например, в 11, с 11 и до часа, и потом свободное у нас время. То есть вот тогда мы занимаемся какими-то вопросами, ну, с вами. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вопросы нашим гостям вы можете задать по телефону редакции 562-0028 и 562-95-78. Еще такой вопрос. За это лето, да, это, скажем так, предсезонное время, игроками какими-то усилилась команда? Или же трансферов не было никаких? Да, были игроки, и довольно-таки, я скажу, хорошая у нас была селекционная работа проведена. То есть сейчас и болельщики видят, что ребята играют и помогают, и очень нас усилили. Это два у нас легионера, один финн, один швед. И два ребята, один из хемеровского Кузбасса, один из Олимпургского Гомотива. Они сейчас играют, то есть они игроки основного состава, да, они играют, они помогают. И вот Илья пришел, он тоже, он с папой живет в Швеции, да, он там играл. И вот в этом году тоже приехал, и вот набирается опыта. Ну, а вообще пришли игроки опытные или молодые? Ну, в основном опытные, да. Наверное, самый молодой, это пришел 83-го года, наверное. То есть как бы уже такой возраст, в который должен играть. Ну, если сравнивать с предыдущим годом, да, на какую позицию усилили? Взяли игроков одного, взяли нападающего, полу защитника, который нам помогает. Потом взяли одного бортовика, то есть раннего полу защитника и защитника, вот которого нам тоже не хватало, опытный, вот именно опытного игрока. Так как у нас сейчас молодой парень защитник получил травму, и вот самое то, что вот есть игрок, который занимает это место, и который нам помогает. Ну, а, кстати, вот насколько хоккей с мячом травма апатия? Да, наверное, как и любой другой вид спорта, то есть здесь так не угадаешь, здесь бывает, можно всю жизнь проиграть, знаете, без травм, а можно и там из-за этих травм не вылазить. Это как повезет, да. А тогда скажу по-другому, какие качества, не только физические, может быть, но и волевые, может быть, качества, какие развивает эта игра? Ну, трудоспособность, характер, в какой-то мере это всегда есть потом. Ну, как любой из спорта, я считаю, это мышление, это быстрое принятие решений, ну, и еще масса различных преимуществ. Да, преимуществ. А недостатки есть? Недостатки? Я думаю, травмоопасность. Да, только травмоопасность. Самая, самая, конечно. Ну, и, наверное, отсутствие времени свободного. А почему? Времени есть, да, время есть. Только его надо правильно использовать. Также люди работают, знаете, утром уходят, вечером приходят, то же самое можно сказать, как на обычной работе тоже, везде нету думы. Ну, вот стартовал чемпионат России, да, там уже какие-то, скажем так, не итоги, а какие задачи ставят с тренером? Какие задачи ставят на этот сезон? Ну, задача была Узоркова последние годы, там, я не знаю, последнее вообще время, то есть занимать где-то медали и занимать первые места. Но вот нас не удавалось, да, вот там были мы два года, второе место, то есть не удавалось первое занять. Но вот в этом году вот мы пока идем хорошо, как бы не сглазить, да, и надеемся, что в этом году мы все-таки заработаем золотые медали. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопросы нашим гостям можно по телефону редакции 562-0028 и 562-95-78. И до нас дозвонился уже, первый звоночек есть, Виктор Иванович, это Борис Саша со стажем. Виталий, расскажите немного о том, как у вас сложилась спортивная жизнь в Швеции, каких успехов удалось там достичь, и что он хочет достичь сегодня, играя за зорки. Чем сегодня занят великий хоккеист Грачев-старший? Ну, наверное, начну с моего отца, конечно. Он сейчас играет в первой лиге в Швеции, по клубу по названию «Блэсюд» называется. Играет, работает в конторе, можно сказать, ну, плотником, так. Что еще могу сказать? В Швеции живет своей жизнью, то есть. Но у вас как сложилась спортивная жизнь в Швеции? Ну, как можно сказать? Я начал свою карьеру в Убифау, где я, конечно, отыграл 8 лет. Потом переехал в город, называется, который я... В Нижборг. В Нижборге я проиграл, наверное, где-то года 3-4. Набрался опыта, то есть. Вот. И решил приехать опять в Россию, в Красногорск, где я, конечно, родился. Ну, все-таки, по вашим наблюдениям, на что сегодня делает тренерский состав, ну, скажем так, акцент? На молодость или на опыт все-таки? Или есть какое-то сбалансированное, скажем так, больше баланс идет и молодостью? Ну, у нас баланс, да. Хоть и у нас команда молодая, но все равно все игроки такого возраста, там, 27-28 лет, 30, которые уже умеют, могут и играют, и которые уже в самом возрасте. И есть, конечно, молодые игроки, такие вот, как Илюша, да, которые приехали в команду, которые набираются опыта, да, потом, чтобы в дальнейшем уже становиться игроками теми, каким был его отец, примерно. А как давно вы в команде? Шестой год. И с этой командой каких успехов удалось вам добиться? Мы заняли три года вторые места, выиграли два Кубка чемпионов, ну, остановились в раза три, наверное, даже больше, финалистом Кубка мира, Кубка России постоянно становились тоже, вот, вторые места, да, там у нас очень много было. И в этом же году мы не получили чемпионат. Ну, да. Ну, а если брать чемпионат России, все-таки было серебро, да? Да. А почему вот золота нет давно достаточно? В чем причина? Чего не хватает? Как вот, на ваш взгляд, как игроков? Ну, вот, как игроков, вы знаете, вот, в течение шести лет, вот, то есть, появилась такая команда, раньше была «Водник», да, там, где собраны были все, вот, сборная России, в основном вся, а потом она вся перешла в «Динаву Московскую». И там он очень сильный состав на протяжении, там, пяти-шести лет был, то есть, которым практически, ну, невозможно было играть на рамы. Да, были какие-то моменты, знаете, где мы могли дома обыграть, но вот они еще играют с Крылазком, это очень такая специфичная арена, и поэтому... А в чем ее специфичность? Ну, там дышится намного тяжелее, потому что там закрытая, ну, арена, и очень тяжело там дышится, и очень быстро устаешь, и те люди, которые там не тренируются постоянно, они очень, им очень тяжело играть там. А так как «Динамо» не привыкли там, то есть, они постоянно там тренируются, да, в Крылазком, то им намного проще, и это им очень сильный плюс, помогает. Ну, то есть, в домашних матчах «Динамо» считается фаворитом. Да, абсолютно, да. А что касается атмосферы «Назорком»? Ну, атмосфера «Назорком» всегда была великолепна, всегда болельщики поддерживали, всегда мы чувствовали, что играем, есть для кого играть, и поэтому всегда выходили, и, может, не всегда хорошо играли, я не спорю, но старались, по крайней мере, играть. Ну, а с болельщиками вне игры общаетесь? Да, бывает, когда встречаешь, как бы узнают, и ты узнаешь, что вот люди, которые там здороваемся, там буквально, там как дела, там желают удачи, на следующую игру, то есть, в таком диалоге проходит «Назорком». Ну, а, скажем, самых известных болельщиков нет? Может быть, родители самые значимые для вас болельщики? Ну, можно сказать, у меня у отца, есть хороший очень друг, по имени Вартан, который, ну, играет на барабане, к каждую игру приходит, и болеет за «Зорки», конечно, вот, так что, есть один очень уважаемый приятель. Ну, а нет такого понятия, как «звездная болезнь» у игроков? Не знаю, у нас в команде точно такого нет. Точно нет? У нас нет игроков, которые болели. Ну, вообще, может быть, давайте поговорим про микроклимат в команде, да, есть такое понятие, спортивное, как общаетесь друг с другом, дружите, гости, ходите, ездите? Так же, как в любом коллективе, есть отношения с людьми, с которыми близко, то есть, да, вот, как бы, есть с которыми приятельские отношения, да, то есть, коллектив из 25 человек, он не может все дружить, там, да, все одинаково, поэтому у каждого есть, там, друзья, там, в основном, знаете, кто с кем живет в поездках, знаете, вот этот есть, поэтому и в городе больше общаются эти люди. А так, я считаю, у нас коллектив очень хороший, молодой, микроклимат у нас вообще замечательный, у нас нет никаких там недомогла в коллективе, там нет, знаете, звездной болезни, никого ничего такого нету, и поэтому, я думаю, тренеров проблем не возникает в этом плане. Ну, если, ну, приходим в издевалку, смеемся друг, очень хороший климат, так как я новый игрок, ну, первый год в Зорковом, то есть, влился я очень хорошо в этот коллектив, можно сказать. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что вопросы можно задать по телефону прямого эфира, 562-0028, 562-9578. И вот у нас есть еще два звоночка, Валентина Дятлова до нас дозвонилась, вопрос к молодым хоккеистам, что посоветуете начинающим спортсменам, и в каком возрасте лучше всего начинать занятия этим видом спорта? Ну, каждый по-разному начинает заниматься спортом, я начал лет в 7, занимающую 17 лет, получается. Как вот ребенку станет интересен этот вид спорта, так, пожалуйста, приводите его, пускай занимается. Ну, а какие-то советы начинающим спортсменам, на что нужно обращать внимание? Может быть, на технику или на физику? Как лучше? Ну, я думаю, вот как вот в шведских, знаете, вот в шведских, в примеру, в Швеции, в скандинавских странах, вот там идут где-то до 15-16 лет, это у них идет как хобби. Вот, то есть они играют, им это нравится, знаете, то есть вот, и потом они уже начинают думать, нужно ли это им дальше заниматься, или идти учиться. Вот я считаю, что у нас должен быть, немного такой подход, знаете, чтобы дети сами прям хотели знать этим заниматься, потом сами выбирать. А у нас иногда бывает, что уже с маленького возраста детей начинают там наузкивать, да, ты должен, 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 обязан, обязан, и у нее в какой-то момент, может там лет 15, может просто вот надоест, и поэтому вот бывает такое вот, кстати. И еще вот второй вопрос у нас есть. Алексей, почему проиграли в Новосибирске? И как оцениваете домашнее судейство в основных матчах, таких как с Динамо Москвой и Енисеем? Это вот борщик Вячеслав до нас дозвонился, но я на судейство, я так понимаю, я просто, когда готовился, читал несколько материалов, в которых, ну скажем, говорилось о том, что судейство на Азорком было немножко предвзятое, да, то, что было много удалений у команды соперников. Вы как считаете? Ну, отвечу на первый вопрос, да, вот в Новосибирске, не знаю, мы уже сколько лет там играем, наверное, за последние пять лет, сколько я в команде, мы там выиграли один раз, не знаю, как вот рок какой-то, мы не можем там выиграть. Я бы не сказал, что там, как-то туда приезжаем, разобранный, или еще как-то, вот выходим на матч и не можем понять, что происходит. Ну, бывает такое, наверное, вот город, единственный, где вот мы не можем выиграть, мы выигрывали везде. И единственный раз, мы выиграли, это, по-моему, позапрошлым году, флэй-офф, вот когда вот, надо было, вообще даже не могу объяснить, как это происходит, на самом деле. Ну, и вторая часть вопроса по поводу судейства, как раз. По поводу судейства, я могу сказать, знаете, всегда кажется кому-то, что кто-то привзятый кому-то относится. То есть, к примеру, если мы играем где-нибудь на выезде, то нашим болельщикам кажется, да, что нас где-то там маленько, ну, нас заслуживают. То же самое и тем людям, которые приезжают, например, болельщики других команд сюда, им кажется, что здесь нам подслуживают. То есть, я считаю, что судейство было объективное, а если кому-то кажется, что оно вот такое у меня является, ну, это ихнее мнение. Я считаю, что болельщики, те, которые приходят на стадион, они все это прекрасно видели. И я вот не слышал, вот ни одного болельщика, чтобы сказали, знаете, вот вас вытащили там за уши, грубо говоря, да, вот в этом матче. И я считаю, что так было. Ну, а вообще, вам довелось участвовать в матчах, да, в которых, ну, судейство было предвзято, может быть, вы были, ну, скажем, гостяк, да, у кого-то, вот по ощущениям, что судья там, например, свистел, да, только в сторону команды хозяев, например, бывает такое иногда, но это единичный случай, поэтому, если честно, даже не хотелось бы об этом разговаривать, судейство, потому что я считаю, что какие-то, не тот тип спорта, где ему нужно разговаривать о судействе, нужно разговаривать об игре, о красоте игры, о судействе, но это так оно везде, вы знаете, бывает, так что. немножечко от игры отойдем. Вот вы говорили о том, что в скандинавских странах, да, есть такой опыт, что человек сначала получает образование, да, правильно занимается в спортивной школе, уже потом выбирает, чем в дальнейшем заниматься. А вы занимаетесь образованием, да, ну скажем, дополнительно от игр, то есть может быть, учитесь в институте? Ну, конечно, у нас в основном все ребята учатся в институте, заканчивают, поэтому одним спортом мы не увлекаемся, что только вот одним спортом, все, как бы развиваемся, пытаемся узнавать что-то, так же, как и обычные люди, да, то есть ничем не отвечаем, получаем образование. Ну, а как, скажем так, игры и институт, и университет, да, они мешают друг другу? Ну, конечно, мешают, где-то, тем более, в основном, многие ребята учатся в спортивных университетах, то есть там это прекрасно понимают, не дают какие-то поблажки, то есть... А, у меня вот, ну, немножко другая ситуация, вот, я, можно сказать, что в Швеции отучился, всю гимназию прошел, вот, и сейчас тоже подыскиваю себя и университет тоже, и дальнейшая учеба тоже очень важна, считаю. Вот, Илья, у меня, кстати, возник вопрос к вам такой, поскольку вы были в Швеции, да, в скандинавских странах, как вы считаете, большая популярность хоккей с мячом имеет здесь, или все-таки в Скандинавии все-таки больше, более популярен? Ну, тяжело сказать, конечно сейчас, потому что я прожил там 18 лет, и не знаю здесь, как здесь, чего здесь, вот, и только, ну, можно сказать, что я первый год живу здесь, ну, уже живу, как бы, и тяжело сказать, конечно. Ну, даже, если взять по количеству болельщиков на стадионе. Ну, конечно, в России намного больше болельщиков, чем в Швеции, то есть, интерес к бенде, к русскому хоккею намного, намного больше, чем в Швеции. Ну, а если сравнивать, например, с тем же футболом, да, все-таки, ну, не секрет, что, конечно, хоккей с мячом менее популярен. А с чем это связано, на ваш взгляд? Давайте мы на эту тему поразмышляем. Ну, вы знаете, скорее всего, это с финансовой точки зрения, вот, люди развивали футбол, да, и там, хоккей с шайбой, потому что это им было выгодно, это олимпийские виды спорта, вот, большой ажиотаж был. Раньше, вот, хоккей с мячом был не менее популярный, чем, например, в шайбе, да, но вот пришел человек, вот, как вот, Медведев, да, вот он сейчас стал в КХЛ, президентом федерации, да, то есть, с такими сполномочиями, да, вот, который там навел порядок, и сейчас рейтинг в КХЛ повысился просто, ну, очень сильно, серьезно, и стало приятно смотреть матчи, то есть, там непредсказуемость стала, очень интересно, вот, ну, вот, возможно, вот этого вот не хватает, нашим хоккей с мячом, ну, вот, какие-то там происходят, движения в федерации, да, в нашей, то есть, вот, они пытаются развить наш вид спорта, сделать его олимпийский вид спорта, то есть, какие-то идут, надеемся, что скоро увидим. А вот если сравнивать, допустим, хоккей с мячом, на хоккей с шайбой, да, вроде бы смысл один, то есть, есть клюшка, есть снаряд, который нужно забить в ворота, в чем принципиальное отличие, на ваш взгляд? Да, не знаю, мне кажется, практически во всем, очень, очень много разностей в этих видах спорта, единственное только, что лед и коньки, а так, все остальное, практически все разное, вообще, и разные стратегии игры, и разные, там, скорости, и там, все разное. Ну, а на ваш взгляд, сложнее играть в хоккей с шайбой или в хоккей с мячом? Не знаю, мы в детстве играли в хоккей с шайбой и в хоккей с мячом, то есть, так как мы сейчас занимаемся профессионалом, в хоккей с мячом, лечив, нам в хоккей с мячом играть, чем в хоккей с мячом. Илья, вы считаете? Ну, я, конечно, тоже поддержу Алексея, скажу, что хоккей с мячом, я думаю, немножко полегче будет, чем играть в хоккей с шайбой, По крайней мере, сейчас. Вот сейчас вы говорили о том, что проводится достаточно большая работа по популяризации хоккея с мячом. Но я думаю, что главное популяризировать у подрастающего поколения. Вот у школы Зорки, я знаю, что есть тоже молодежная команда. Как там обстоит работа, если вы, конечно, в курсе? Я знаю, что сейчас сделала федерация, это первая лига, то есть фарм-клуб. Вот ребята, которые раньше не имели возможности выступать на уровне, на каком-то определенном, уже на всероссийском, вот они сейчас имеют эту возможность. Некоторых ребят добавлять из нашей команды, помогать, чтобы они учились вместе все. Но я считаю, потихонечку работа идет. А вот что сказать по поводу детских школ, ничего, если честно сказать, не могу, просто как бы не имею информации. Поэтому вот вижу, что, да, ребята маленькие там ходят, катаются, да, сколько много, как часто, знаете. Ну, а что касается, например, если брать чемпионат России, да, ведь по разным городам есть дети. Качество, допустим, льда, качество стадионов соответствует уровню хорошему? Или же все-таки есть какие-то недочеты? Ну, нет, ну есть стадионы, где, во-первых, еще нет вообще искусственного льда. То есть, вот, например, как в Хабаровске, да, хорошая команда с хорошим бюджетом, да, не имеется у льда и проводит игры, к примеру, первые, там, на запасном стадионе. Но это тоже не есть хорошо. Есть очень красивые стадионы, да, и к нему относится стадион 40, один из лучших стадионов, я считаю. Вот, то есть, вы знаете, по-разному бывает, в разных городах по-разному. Бывают хорошие очень стадионы, бывают стадионы не очень, и качество льда не очень. Ну, а принимают как болельщики вас обычно? Ну, я понимаю, что если вы приезжаете в гости, то там, все-таки, люди болеют за свою команду, ну, а вообще? Ну, если ты покажешь вот хорошую игру, да, то после игры многие болельщики, там, даже сами говорят, молодцы, там, хорошо сыграли, например, как мы в Иркутске сыграли, да, то есть, там, болельщики сами сказали, ребят, молодцы, сами обыграли, то есть, ну, там, поздравили всем, всем было приятно, мы им похлопали за, ну, то есть, спасибо сказали за это. Бывает по-разному, тоже принимают. Вот сейчас сезон хоккейный только начался, да, а вот вы уже сыграли несколько матчей, и какой вы считаете самым важным из них? Самый важный? Ну, вот из того, из сыгранных. Ну, скорее всего, вот это противостояние Зотки-Динамо, это как Дельби здесь, да, Московская, под Москвой, ну, вот этот матч, ну, и с Инисеем, считай, ну, как бы два матча выделили, вот, с Инисеем, очень тяжелый матч, и с Динамо. Ну, я так понимаю, что и в том, и в том удалось добиться победы, ну, а за счет чего? За счет командной игры, за счет характера, за счет духа, за счет мастерства ребят, за счет правильно выбранной тактики, то есть, различные компоненты, которые нам помогли в этой игре. Ну, вот, нельзя там сказать, например, что за счет кого-то одного качества мы можем выиграть, нужно, чтобы и совокупность была в этой качестве. Ну, вот, вы сейчас упомянули тренерскую работу, да, вот, Вячеслав Евгеньевич, к сожалению, пока его еще, к сожалению, нет, но я все-таки теплю надежды, что он еще подъедет к нам, потому что у меня к нему тоже есть несколько вопросов. Отношение игроков с тренером, как у вас происходит? Ну, на уважительной основе, то есть, соблюдаем субординацию, хоть у нас тренера и молодые, да, вот, в отличие, например, от других тренеров команд, уважительно все у нас происходит. Ну, а обычно, как настраивает тренер перед игрой вас? Ну, у нас идет установка перед игрой, да, потом, вот, уже перед самым выходом он говорит какие-то слова, которые должны приободрить команду, да, как действовать с первых минут, чтобы войти в игру нормально. Вот, и тренера разбирают игру команды, потом уже мы садимся, они нам говорят, что делать, как нужно сыграть с этой командой, и мы пытаемся выполнить то, что говорит тренер. Ну, вот, за последние шесть лет, да, сколько вы в команде, менялась ли как-то тактика, может быть, кардинально? Ну, особо прям кардинально не менялась. Бывает, знаете, матчика, где вот нужно сыграть так, а где бывает так. То есть, в течение одного сезона невозможно сыграть, например, одну тактика. Бывают разные соперники, бывает, играешь от обороны, да, сильным соперником, бывает, играешь, наоборот, в прессинге, да, например, соперник чуть-чуть слабее, да, играешь дома, и нужно, как бы, сразу его, как говорится, ошарашить, да. Вот, так что бывает по-разному. А бывает так, что, например, да, что ты хотел сказать? Нет, я согласен с Алексеем. Бывает так, что команда играет в чемпионате России, да, бывают Еврокубки. Бывает так, что совпадают матчи Еврокубков и... Ну, у нас бывает как, вот мы отыграли, например, кубок Эдзбина, приехали, и там через три дня уже кубок России был в Хриласском. Вот только вот так. То есть, а как вот, скажем, совмещаете все это, стараетесь совмещать, несложно, несложно, как это получается? Да, ну, в принципе, несложно, в хоккей везде играет, то есть, какая разница с кем играть. Единственное только, что вот на кубках, на различных, приятнее играть на плане, что мы играем в закрытой арене, то есть, там идеальные условия, то есть, мы можем показать более, там, комбинационную, более красивую игру, чем, например, вот, как вот на игре с Кузбассом. И поэтому вот сами получаем удовольствие, когда вот ты играешь в идеальных условиях. Это очень большое, конечно, если был Красногорский стадион, открыто, это бы, конечно, очень помогло бы, и детская школа, и вообще, и команде мастеров шагнуть далеко вперед. Понятно. И еще такой вопрос. Что касается сборной России, да, ведь игроков в сборную набирают из обычных команд. В Зорком сколько игроков в сборной? Ну, сейчас шесть человек уехали вот сегодня в расположение молодежной сборной, в чемпионат мира, с 18 по 20 число проходит Вобухово. Вот, и два человека, вызванные за основную сборную, в Ульяновске будут товарищеские матчи против Среда. Получается, восемь человек. Ну, а матчи сборной России совпадают с матчами регулярного чемпионата? Ну, вот, 18-19 числа будут в Ульяновск проходить два матча с отборной Швеции. Потом приезжаем сюда, и 23-го у нас игра в Лакарминске. То есть, я так понимаю, что иногда приходится, ну, играть без достаточно сильных игроков? Нет, почему? Такого не бывает. Такого не бывает, то есть, всегда игроки неращаются. А вот, кстати, что касается трансферов, да, как таковых, много ли в России сейчас играет иностранных игроков? Именно в хоккей с мячом. Туда вопрос? Ну, что могу сказать? Юан Эсплунд, который играет, ну, на Зорком. Пека Хилтонер, который тоже играет у нас. И игрок в сборной Финляндии. Потом в Казани, по-моему, два или три игрока сейчас они взяли. Ну, и Динамо в Москве, да, один игрок. То есть, не так много, как в прошлой году. Илья, а вот такой вопрос. Все-таки есть разные школы, да, хоккейные? Есть скандинавские, есть русская. А разница есть принципиальная? И какая сильнее? Ну, да, конечно, разница большая, могу сказать. И русский хоккей, вы, наверное, знаете, русский хоккей – это игра в стеночку и на высоких очень скоростях. А шведская игра, то есть, это продольные пасы, пасы вперед всегда. Какие-то тактические выборы, ну, выбор позиций. И тяжело сказать, что лучше, но... Давайте так тогда, не что лучше, а какой ближе вам? Ну, я, наверное, более играю в шведский хоккей сейчас. Ну, вот в Зорком, я считаю, что у нас такой симбиоз, знаете, русский хоккей, потому что у нас много лет играли шведские регионеры, и они привели вот эту манеру, да, какую-то. И это все наложилось, как бы, вот наша русская игра, да, плюс шведская вот эта манера, и мы считаем, наверное, единственный клуб, который вот в России играет такой вот симбиоз. То есть, полушведский, полурусский. То есть, мы взяли, хотим взять лучшее из шведского хоккея и из русского хоккей. И как-то соединить это. Совместить. А, кстати, по поводу иностранных тренеров, да, сейчас, я знаю, в футболе, например, много иностранных тренеров тренируют наши команды российские. А что касается хоккея с мячом? Ну, сейчас в «Динамо» же новый тренер появился, Тони Линквист, вот, шведский специалист, который тренировал Сандвикин много лет. Не знаю, как, я думаю, что что-то он шведского предпринят, и не знаю, как будет «Динамо» играть сейчас, никому не ясно, пока еще. Да, ну, вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я вот думаю, что болельщики вам уже написали несколько приятных слов, да, но мне хотелось бы, чтобы вы сейчас обратились к вашим болельщикам, сказали им хотя бы несколько хороших слов. Ну, хотелось бы сказать огромное спасибо за ту поддержку, которую они нам оказывают, приходя на стадион. Я знаю, что они переживают, там пишут на гостевой, да, у нас на сайте, там, обсуждают игру, где-то критикуют, где-то хвалят. Это мы, конечно, и читаем дома, бывает. Хотелось бы им пожелать терпения, побольше, так сказать, приятных эмоций, чтобы мы им доставляли. Ну, и как обычным людям, то есть здоровья, крепкой семьи и всего самого нарушения. Илья, два слова. Что могу сказать? Огромного желания, это, я думаю, самое главное, терпение также и, что могу сказать еще? Зоркий чемпион. Ну, я от всей души вам желаю, конечно же, побед. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что это была программа «Вам слово». Сегодня у нас в гостях были полузащитники хоккейного клуба «Зоркий» Алексей Дросских и Илья Грачев. Спасибо вам, ребят, за то, что согласились перейти. Уважаемые телезрители, это была программа «Вам слово». В студии для вас работал Максим Мельников. До свидания, до новых встреч. До свидания.